Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Бовсиновский. Начали мы курс ООП, который будет для вас иметь очень глубокий, серьезный эффект, практический. Во-первых, где находится этот курс? Python разработка. Разработка дальше выбрали. Выбираем категорию. Сначала посмотрели систему работы с кодом общая, Python, ООП. Второе. Подход к ООП будет работать для любых языков программирования. В чем заключается эффективность? Ну, например, если брать курс Джанго, который мы делаем здесь, просто я даю уроки по шагам. Мы разбираем Джанго. Курс ООП я даю конкретные вопросы и направляю. Предварительно для тех, кто совсем с нуля, понятно, что в этом курсе надо знать функции. То есть, вот где обычные уроки. Если у вас есть функции, и они изучены на высоком уровне, иными словами, вы считываете без проблем параметры, работаете с функциями, то далее идет работа в группе. С одной стороны, вы можете просто повторять за другими ребятами, важно проделывать эту работу. С другой стороны, когда человек присылает какие-то задания, там есть недочеты, я пишу, что делать. В группе работает, как правило, немного людей. Вот человек, допустим, Денис, который начал писать прекрасно код в школе, да, то есть, вот он работает в группе, вот он написал, да, пришел в школу с кусками кода, Валерий помог мне собрать в голове. Он прошел большой путь в школе на самом деле, но вот именно таким способом. Вот он писал одно, второе, третье, мы собирали функции, потом объединяли все. В общем-то, много чего он делал. Эта работа абсолютно самая эффективная. Сегодня Денис без проблем берет исходные файлы Джанго и довольно уверенно начинает их описывать. То есть, разобрался, как устроена Джанго, ему интересно это. Иными словами, работает с исходным кодом. Разобрался, как работает Джанго, в принципе, прекрасно. Итак, давайте мы начнем с самого простого, чтобы вы поняли, это может делать абсолютно любой человек. Задача преподавателя направить, задать именно правильный, поставить вопрос, когда есть вопрос, очень легко ответить и показать, как работать. Значит, я покажу, что на самом деле работы довольно много. Занятия я рекомендую делать понедельно. Иными словами, не надо торопиться, никто за вами не гонится. Следите за качеством. Итак, первые несколько основных моментов. Работаем постоянно с исходным кодом. Будем брать профессиональный код ТОГА, Джанго. То есть, работаем с исходным кодом. Ну, понятно, что и применяем, и пишем. Для этого я и написал, там есть в уроке рекомендации, крутой код. По крайней мере, чтобы стремиться к какому-то коду, надо хотя бы его увидеть. Вот мы поэтому взяли в данном случае класс Windows Z, Mutable Z. Стандартный. И работаем с ним. Потому что, как правило, приходит человек, ты знаешь ООП? Да, ООП знаю и знаю и нет. Больше ничего не знаю. Ага. А на самом деле, тут же, вот этот код, почему он очень крутой? Давайте посмотрим, буквально одну секунду. Наберем, да? Это готовая технология, да? Готовая технология. При этом, мне понятно, что Z это множество. Здесь есть стандартные методы, которые мы разберем далее в этих видео. Все, что надо. Если мы посмотрим на данный кусок кода, то здесь он очень хорошо читаемый. Раз. Второе. Здесь дан точно минимум, чтобы выполнить задачу. То есть, вот эта задача добавления окон. Потому что мы писали здесь видео, конкретно уже добавляли окно, смотрели, как это работает. И, согласно инструкции, три метода, которые мы разобрали, будем разбирать дальше. Да, это вот обязательные. То есть, если вы попробуете создать этот класс без этих трех методов, то он просто не будет работать. Это минимум. Ну и понятно, два метода добавления и удаления окна. Все. И при этом, если мы видим, что все происходит, и происходит добавление окна при помощи итерации. При помощи метода, который здесь стандартно добавлен. Потому что сами элементы у нас заданы как переменные, но не как параметр класса. Как переменные. И здесь далее будем рассматривать это короткая запись. If else. При этом мы смотрим, как Russell Kate Maggi, профессионал, выбрал параметры. Понятно, что App он выбрал, потому что само приложение оконное не может быть без самого App. Сам класс App он ниже находится. Ну, рассмотрим это чуть дальше в этих вот уроках. Поэтому не буду сейчас заостряться. Сейчас на курсе поговорим. Да? То есть, поняли, что есть код. Надо научиться этот код видеть блоками. Вторая задача, которой мы будем учиться в процессе этого курса, это работа с документацией. Большое внимание уделяется документации при Жанга 4. При работе Жанга 4 мы много очень работаем с документацией и с исходным кодом. И есть ребята, которые пишут, что хотел оставить отзыв. Благодаря вам я понял, что документация это не так страшно. Абсолютно верно. Это совершенно не страшно, но это и есть работа программиста. Это прекрасно. Задания, которые будут достойны, будут добавляться в урок. Итак, теперь смотрим то, что важно. Обратите внимание, огромное внимание мы будем уделять чему? Тому, что действительно надо в классах. Но уже чуть позже. Первый урок не такой, поэтому сейчас поймете, почему такой первый урок. Здесь четко написано. 3.9.2 Объекты класса поддерживают два вида операций. Ссылки на атрибуты, создание экземпляров. Вот после этого мы при изучении, почему я говорю тратить именно неделю времени. Когда мы будем работать с ссылками на атрибуты, то это основная задача, которая в принципе страдает у всех людей. Почему? Ну атрибуты сделали и все. Потом смотрим в коде и сейчас я не буду отвечать на вопрос в процессе, что это. Ссылка на атрибуты, объект метод, объект ссылка. Что это вообще? То есть, но вот эти все понятия, чтобы считывались, они должны быть однозначны. У них не может быть вариантов. Отсюда начинаются все проблемы, вся путаница. Потому что большинство людей что? Вот здесь вообще начинает плавать. Посему, как мы будем решать эту задачу? Ну то есть, понятно, что мы работаем с исходным кодом. Но прежде чем, то есть поняли, да, как будем работать. Работа будет вести джиптер ноутбук. То есть, вы будете работать, я буду направлять. То, что будет в группе. Какие-то, кто-то из ребят, многие просто повторяют за этими вопросами. Выбирайте сами, как вам удобнее делать. На некоторые вещи основные и важные я буду записывать дополнительные видео и описывать какие-то куски кода. Но что надо себе сразу понять и взять за основу? Ну, допустим, возьмем первое задание. Первое задание я дал совершенно простое. Общее знакомство с классами. По сути дела, ребята, вы можете взять любое, что хотите, которое вам нравится, учебник. Но внизу я всегда рекомендую вещи, которые я рекомендую. И по сути дела, сейчас вам надо просто собрать понятия. Пока. Пока мы ни на чем не заостряем. Сейчас ваша задача просто в общем понять, что такое классы. На любом уровне. Это не важно. Ну, по сути дела, надо выписать. Класс Python. Только не надо лезть в Википедию, а надо зайти в глоссарий. Там очень четко написано, что такое класс. Обратите внимание. Шаблон для создания пользовательских объектов. Ага. И сразу пошли вопросы. А что такое пользовательские объекты? Определение классов обычно содержит определение методов. А что такое определение методов? Которые работают с экземплярами этого класса, грубо говоря. То есть, смотрите, в самом уже, в самом названии уже много вещей. Вот с этим будем разбираться. Пока ваша задача выписать, что такое класс. И дальше я рекомендую вот что сделать. То есть, я же сказал, когда есть конкретный вопрос, а сейчас конкретный вопрос стоит какой? Выписать понятие. Читаем дальше задание. Где она, девушка? Сейчас, секунду. Далее. Далее я написал, что я рекомендую использовать... Использовать... Учебник по классам. Вы можете использовать любого сайта. Ну, по сути дела. Вот увидели namespace, да? Пространство имен. Записали. Сейчас вы... Ваша задача записать пространство имен. И дать примерную формулировку, как вы понимаете. Потому что дальше... Дальше мы будем все это по частям проверять уже в Jupyter Notebook. В коде, да? Будете писать много кода. Использовать глоссарий, стандартную библиотеку. Все. Вот это неделя. На самом деле, вы потом увидите то, что вы сейчас написали. И как потом будете понимать, это будут разные взгляды. Это отлично. Теперь есть пример, допустим, системы работы с кодом. Система работы с кодом общая, можно понять здесь, да? Это совершенно общая. Я делал так, чтобы было понятно всем. Разработка, да? Вот первые занятия здесь. Система работы с кодом. То есть, в принципе, рассказал общий. Как раз мы и сейф посмотрели, и в класс как-то вошли. То есть, попроще будет, да? Теперь давайте посмотрим. Это первичные рекомендации. Как поработать. Вот берем совершенно маленький кусочек кода. Вот он, да? Мы берем вот этот кусочек кода, где, в принципе, совершенно очевидно. И вы после прохождения курса должны уже это считывать сразу. Ну, что здесь написано? Ну, смотрите. Мы собираемся добавить окно. У нас есть экземпляр класса Windows и класс Windows. Понятно, что в данном случае что надо сделать? Проверить, является ли экземпляр класса Windows является и именно принадлежит классу Windows. То есть, получить, значит, true, истину. Если это не так, то, значит, вывести исключение. Потому что, когда вы можете поработать, а мы работаем, пишем, да, уже применяем это на практике, то что мы видим? На самом деле, когда разработчик начинает, пытается добавить, что только не добавлять, да, как там получается, кто как понимает писать код. Поэтому будет четко исключение, что можно добавлять только объекты типа Windows, да. Как раз вот этот кусок кода мы когда изучаем, мы как раз множество разберем. Итак, первое. Эти уроки мы смотрим для того, чтобы поднять планку. Я только что показывал вам того же Дениса, который вначале писал не так давно буквально. Так давно писал, когда я ему дал задание по итераторам. Сейчас мы это разберем по моим рекомендациям еще. То есть, опять же, на итераторах, да, они не относятся к классам, но нам придется их зацепить. Почему? Потому что 90% это будут везде итерации. Если их не понимать, то нечего делать вообще в любом языке программирования. А как бы все в своем люди, ну, знают, ну, как-то там итерации. На примере Дениса я показывал, рассказывал и раньше видео других, как мы учили итераторы. Он ими занимался месяц. Потом уже, когда написал уже, все, не липнет. И чуть, по сути дела, на тот момент не завалил дело. Почему? Вот сейчас мы об этом поговорим в моем примере. Теперь берем то, что я написал в дополнение. Ну, вот, смотрите. Рекомендую в процессе прохождения курса прислушаться к рекомендациям. Нам нужно качество. Что есть качество? По сути дела, сейчас мы говорим о системе работы с кодом. Это у одних, ребят, они открыли код, и там ничего не понятно. Понятно одно, что исходные файлы они не будут открывать. Там вообще ничего не понятно. Документации тоже ничего не понятно. Но мы хотим быть программистами. Ребят, ну, давайте тогда заниматься то, что и есть работа программиста. Во-первых, работа с документацией. Во-вторых, не Бовсуновский вас будет учить, а будете учиться у профессионалов. Давайте посмотрим, что это не так, то и трудно. Ну, если... Сейчас я хочу ответить на вопрос, если это видео смотрят совсем новички. Что я могу понять, я ничего о Пайта не знаю. Приходят ребята... Вот один парень пришел и говорит, я дал ему файл, но другой, да, из библиотеки профессиональной. Напиши, что знаешь. По крайней мере, четко сразу виден уровень человека, что он умеет. И он написал, я знаю, что такое Dev, смотрел пару видео на YouTube, что это функции. И все. Но тем не менее, что мне стало понятно? Человек ноль. Я ему сказал, вот, пожалуйста, изучай переменные. Он изучил переменные, через неделю он в них разобрался. Потом скажи, ну, теперь можешь описать здесь переменные. И он все очень четко описал. Сегодня переменные. Потом функции. Потом параметры функции. И таким образом вы абсолютно любой файл открываете. Не сразу, а шаг за шагом начинаете с этим работать. При этом на основном занятии, где мы работаем с классами, я написал некоторые вещи. Понятно, что если мы работаем с классами, да, то здесь есть вот что. Вот пришли ребята, сообщение 2. Что же делать с функциями? Подходить к классам надо обязательно, чтобы функции были на высоком уровне. Все это в школе вы изучите. Проблем здесь нет. То есть, если это требование выполнить, то проблем точно не будет. Я там привел конкретные примеры. Ну, давайте, например. Мы когда будем работать с классами, там у нас есть такие понятия, как функциональный объект. Да, это не функция, но тем не менее, значит, что-то присуще как у функции. Да, поведение, исключение. Дальше. И если вы учитесь по какому принципу? Как делают все? А как делают все? Все там приходят, начинают читать сначала до конца, да. При этом, по сути дела, что? На чем остановиться не знает. Что главное, что не главное не знает. Потому что я вам сказал if-else или там try-exit. Это можно изучить в любой момент времени. Ну, например, функции нельзя ставить на потом. Доказательство очень простое. Ну, посмотрите, любой файл это функции либо методы. Значит, их надо понимать. Это основа. Все остальное можно логически к ним нарисовать, домыслить, дочитать. Это уже не имеет значения. Есть вещи, которые ключевые. Этим и отличается школа Валерия Бовсыновска. Тем, что мы выделяем некоторые вещи, которые важные, и некоторые вещи, которые не важные. Именно поэтому в определенный момент, например, спасибо за направление, вот открываю план тетрадок. То есть начал все-таки использовать, как я всегда рекомендую, описывать то, что мы понимаем, да, описывать это. Это очень важно. Потому что если мы ничего не описываем, то мы никогда не будем разговаривать, размышлять языком. Это надо проговаривать слух, а лучше описывать. Тогда все получится. Мы много чего делали при работе с функцией и писали псевдокод, и что-то только не делали. Потом, допустим, он начал писать функции, то есть проверил себя, что на самом деле, поняв функции в одном языке, понимаю, он начал писать на гланг, на си. То есть язык уже перестал иметь значение. Человек начал понимать, что в функциях смотреть. То есть у него нет уже размышления, я сейчас буду изучать один язык, а потом буду второй язык. Язык не имеет значения. Надо просто выделить в языках то, что присуще всем языкам. Типы данных, например, методы, функции. Объединить это в одно все и просто знать, что посмотреть в другом языке. Пришел язык, посмотрел параметры и уже пишешь. Все. Все банально просто. В конце концов, потом он написал одно сообщение. Еще когда работали с функциями, написал, что было ощущение, что я смотрел тысячи серий и никак не мог найти первую. Нашел, наконец-то, собрал в голове. Потом, наконец-то, осознал, что считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду и везде. То есть это уже тот момент, когда он уже начал программировать. Но теперь мы уже идем к классам. И многие ребята другие школы, просто Денис более активно работает, тоже работают. Тоже у них очень много проваливается фишек. Каждый идет совершенно в своем темпе, не надо никуда торопиться. Теперь вернемся к тому куску кода, который мы только что смотрели. Смотрели мы его в исходном коде. Вот здесь, да? Смотрите, на самом деле, сколько нужно знать. Ну, допустим. Во-первых, понятно, что когда мы работаем с ООП, изучать ООП, как делают на большинстве курсов, это полный идиотизм. И это вообще бестолково делать. Что такое ООП? Вот я дал первый урок, просто посмотрите, что такое ООП. И на этом вот это примерное изучение мы заканчиваем. То есть, как такового глубокого ООП нигде не дается. Потому что те же атрибуты, если мы берем здесь, что мы видим? Везде видим точки. То есть, работать с атрибутами. Это то, на что должен делаться упор ООП. Там два атрибута покажут вот так. А потом начинаем плавать. Не можем не связать, что это. Однозначно назвать что-то, что перед нами в коде. Что оно собой представляет. Где это описано в справке. Что оно делает. Что с этим можно поделать. И пошли плавать. По сути дела, все это можно назвать, что провал в работе с атрибутами. При этом провал не у молодежи. У программистов до 6 лет это 100% будет плавать. Я читаю сегодня, что пишут сами про себя опытные программисты. Оказывается, пишут, что я понял, что я не полностью использую атрибуты на все 100% в Python. Это опытные. Да, они уверенно пишут проекты. Но при этом люди и то находят. Да, опытные. Которые признаются. Это будем считать те люди, которые в программировании более 10 лет. Может быть, самое логично пройти, проработать атрибуты на первом этапе. Вопрос как. Давайте разбираться. Хотя бы на маленьком примере. Итак, берем вот этот пример. Изинстанс. Функция, которая проверяет принадлежность. А вот это мы давайте выяснять. Первое. Работаем. Система работы коды. Первое. Нам бы хорошо было это найти в документации, если мы видим. Да. Документации ищем. И когда мы бываем постоянно в документации, то это все нарабатывается. Понятно, что эта функция встроена, и мы здесь ее находим. Эта функция используется в любом джангов, в любом коде, где бы вы работали с классами, вы эту функцию в самом коде обязательно встретите. Можете перевести. Иными словами, если объект экземпляр класса, то возвратит истина. Если нет, то возвратит фалс. Теперь давайте откроем код и сначала сформулируем. Сформулировать довольно просто. Мы это уже формулировали. Я еще раз, так как мы пришли к этому примеру. Вполне логично. Но смотря на код профессионалов, и обязательно себе вбиваем в голову, что когда мы используем экземпляр, идет обязательно проверка. Иначе вызывается исключение. Что в данном случае начинает происходить? Понимаете, есть еще группа людей, которые занимаются совершенно ерундой. Решают примеры. Скажите, пожалуйста, ребята, кто любители решать примеры. Много вы вспоминаете. Помогли вам эти примеры читать исходный код или реально программировать? Наверное, добавили больше каши. Смысл в том, что надо решать, никто же не запрещает. Но решать надо, отталкиваясь от смысла, который можно запомнить. Вот это то же самое, что я ранее был прервался, рассказал про Дениса. Когда он чуть итератора не загубил. Да, он работал с итератором. Потом говорит, не прилипает. Я ему сказал, что записал несколько видео, где он посмотрел. Сейчас надо тебе пойти в Джанго и посмотреть, где реально применяются итераторы. И когда он начал это описывать, то вот это он запомнит. Ситуацию я в ранних видео приводил. Сейчас только коротко скажу. Допустим, там в Джанго и было определенное количество объектов. Удалялся объект. И после этого проводилась итерация, чтобы посчитать оставшееся количество. То есть ему на выходе выпало, что если у меня есть, неважно где, неважно что я буду писать, но есть определенное количество объектов, то посчитать я могу при помощи итерации. Таких ситуаций много. Здесь идет добавление окна при помощи итерации. То есть есть реальная ситуация. Есть реальная проверка. Но мы продолжаем свою работу, которая заключается. Вот тут мы можем открыть Jupyter ноутбук и уже работать с из-инстанс, но у нас есть смысл, где это применяется. Каким образом это применяется? Этот смысл с нами точно останется. Кроме этого мы отработаем работу с документацией, кроме этого мы отработаем другие части кода. Итак, первое. Мы видим из-инстанс сам метод. Обратим внимание. Найдем документацию. Нашли. Первая наша задача это прочитать код, понять цель и роль использования метода. Именно метода, который используется на практике. Вот после этого, ребята, да хоть живите в Jupyter ноутбук, в Jupyter ноутбук этом, да? Никто ж не против, чтобы вы занимались, работали с примерами. Но со смыслом, когда у вас появляется смысл, где это применяется, каким образом это применяется, это действительно применяют профессионалы, это запомнится. То, что вы там поработали сегодня в Jupyter ноутбук, порешали примеры, завтра через 10 дней вы не вспомните, что где вы решали. Но то, что если вы что-то работаете с классом, вот с этого примера вы вынести, работаете с классом, используете экземпляр, вам его надо проверить. И не важно где. Вот это вы точно запомните. Вот тогда уже можно идти и работать в Jupyter ноутбук, и начинаем работать, да? То есть, посмотреть, как работает эта функция и так далее. Но теперь у нас появился смысл, относительно чего мы используем и как. Несколько раз повторил. Далее делаем для себя вывод. Вот сделали. Поехали дальше. Большинство людей, которые открывают код, сегодня непонятно, через 3 месяца непонятно, и потом непонятно. Да, принцип, я сказал, если у вас нет проблем с функциями, а в школе я говорю, что все начинает с функций. Кстати, я вам рассказываю для того, что если вам трудно, то приходите в школу. Вот зачем я рассказываю. И делайте этот курс, смотрите, как ребята. Единственное, не торопитесь, все получится. Все пишут у нас. Кто хочет. Одно от вас требуется не бросать. Вот и все. И делать. Поехали дальше. То есть, смотрите, сколько с этого куска кода мы должны понимать. Разницу между функцией и методом. Раз, должны понимать. Проверьте себя. Параметры. То есть, если мы зашли в файл, надо его сюда переместить. Зашли в файл и моментально не считали параметры. Это значит, с функцией вы не проходили. То что вы будете в классах делать? Ребят, потому что нам сейчас надо сосредотачиваться на логике написания. А не на чтении параметров. А если вы пришли там, как говорят иногда ребята. Ну, мы пошли на суперкурсы, которые разрекламировали. Там было на сайте написано, что будет устройство на работу. Обязательно. Да кто ж вас обманет. Устроитесь, конечно, научитесь и устроитесь. Да-да. Один момент надо уточнить. Что посещение курсов не дает гарантию устройств на работу. А вот то, что вы станете профессионалом, это вы только можете дать гарантию. Понимаете? Поэтому, вот я говорю так. Вот берешь, ручками километры, пальчиками настукиваешь по клавиатурке. Кропотливо, каждый день. А не так, что, ой, я похожу на курсы, меня возьмут на работу. Дворником точно возьмут. Так что тут вопросов нет. А если хочешь быть программистом, то вытираем сопли и садимся, начинаем потихонечку работу. Сложного здесь абсолютно ничего нет. Ну, конечно, если вы пришли и сказали, ну, мы там долго-долго проходили, проходили типы данных, проходили, потом проскочили функции и пошли дальше. Ну, так, дорогие, так проверьте себя. Ну, откройте. Читаем, не читаем. Ну, что дальше говорить? Ну, не читаем, что вы проходили. Менять на систему обучения. Приходите в школу, все разберетесь. Поэтому, дальше рассказываю. Первичное понятие для прохождения класса, это работа с функциями. Если вы пришли и функции у вас плавают, то есть три минимальных вещи. Считывание параметров, вызов, исключение. Потому что даже в школе, ребят, кто активно работает в группе, ругаю. За что? Присылают жупитерного бук, исключение. Поработали. Одно исключение. А что мы с этого запомним? Ничего. Исключение это то, наша опора. Но получите хотя бы штук двадцать, чтобы оно запомнилось. Мы же по ним ориентируемся. Это и есть методика работы с кодом. Если мы не считываем параметры, то что нам делать в классах? Да нечего тут делать. Потому что я сказал, нам надо сейчас на логике. А как мы будем на логике, если нам хромает сама работа с функцией? Или метод чем-то отличается от функции? Да ничем он не отличается, кроме self. Все остальное работает, как и в функции. Пошли дальше. Думать, да? Как я говорил, далее, смотрите. То, что вы там проходили где-то на курсах, там мы будем проходить if, else. Это ерунда. Это можно пройти в любой момент. Проходишь функции, но посчитал нужным. Как парень у меня спросил один, что вы порекомендуете для того, чтобы начать работать с функциями? Да что здесь порекомендовать? Уже все за меня порекомендовали. Я могу только показать. Открываем Django или любую библиотеку. Но Django просто это очень профессиональная вещь. Поэтому далее открываем function и смотрим. If, else, try, except. Вот ваши первичные конструкции, которые вас хватит докуда хочешь. В любых случаях будете использовать. Поэтому с этим проблем не будет. Поехали. Надо понять, что это не основное. Это уже идет дополнение. То есть, идет вот, я теперь хочу писать, какие конструкции мне выучить первые. Не весь язык. А подумайте то, что чаще всего используются. Потом будут дополняться, дополняться, дополняться. Что здесь сложного? Неужели я сложно рассказываю? Нет, не сложно. Поехали дальше. Теперь можно, как я сказал, все... А, ну кроме этого, if, else, not, rise. И, кстати, здесь мы еще что нашли? Параметры ноны, да. И кроме этого еще видимые аннотации. Находим p, обчитаем, да, разбираемся. То есть, вот так немножко уже чуть-чуть и поработали с документацией правильно. Теперь все можно брать это из дистанции и делать в Jupyter Notebook. Абсолютно любые примеры. Но у нас уже есть смысл, как она используется. Даже надо просто понять работу, что она вообще делает. Так, это я рассказал. Ну и зачем вот таким образом работать над кодом? Потому что вот мы пришли, да, вот. Я сейчас не дам ответ. Значит, app, windows, app. Что это? Ну вот что это? Ссылка на объект. Метод, объект метода. Что это? То есть, вот, вот тут начинается правильное изучение ООП. Понятия для вас должны быть абсолютно однозначны. С четким пониманием, что это, что с этим можно делать, что это вообще делает и так далее. Почему? Потому что здесь уже четко написано, да, в документации. Вот добавление окно, окна, так, так, так. Ну что это? Ведь как вы будете размышлять или делать что-то? Потому что, например, с этими вещами они называются, как раз таки, атрибутами. Можно делать определенные вещи. И сверх того можно делать. А что сверх того, а что определенно? Сначала надо понять, что перед нами. А если мы этого не понимаем и при этом даже не знаем, что это надо понимать? Ну мы же там на курсах умных учимся. Нам же главное посещать курсы, а там работу дадут, да? Догонят и еще раз дадут. Не, ребята, сами ручками, все вперед. Бавсиновский рассказывает, куда идти, а вы пальчиками пошли, пошли, и все получится. Значит, и вот то, что мы показывали, да, я говорю, что желательно написать само приложение, то есть уже начать использовать документацию приложения. Так будет просто немножко легче понять. Это я вот рассказываю маленький фрагмент кода, как мы вот правильно работаем, да? Кроме этого, учимся писать документацию и правильно выбирать параметры. Ну вот смотрите, ведь все же очень четко написано. Но почему выбрано? Что выбрано? А, вы не читаете еще? Плохо, надо читать. Два обязательных позиционных параметра, то есть требуется двух, два обязательных позиционных аргумента. Говорить можно как хотите. Функция на вход принимает или просто принимает, вас все равно поймут. Уже как вам нравится говорить, но в любом случае, что здесь четко понятно, что два позиционных параметра, экземпляр, класс, да, и при этом написано object, да, и, а почему object? Потому что кроме этого можно проверять еще много чего, да, там добавили в 3D и Python. И очень четко объясняется, почему позиционный, и вы кроме этого учитесь писать документацию, и читать, и писать. Иными словами, это только маленький фрагментик, вот мы взяли кусочек совершенно кода, но в чем был смысл? Этот код был в реальном исходном коде, да, и относительно этого кусочка кода, выяснив зачем и что, мы уже сделали целую кучу работ. Проделал вот эту работу со мной вместе и далее так, конечно же вы будете программировать, сами понимаете. Но самое главное, что вы поняли смысл. А уже смысл, зачем это делается, у вас отложилось. Если, не важно где я буду использовать экземпляр класса, мне надо это проверить. Проверить при помощи из инстанций. Это осталось. Вот знание программиста вывалилось. А плюс, вы были в документации, работали с Jupyter Notebook, то это все потом легко вспомнить, когда вы коснетесь из инстанций или этой ситуации. Вот откуда берутся знания у программиста и как идет этот процесс. Все, я заканчиваю. Почему сам курс у нас идет здесь? Как я говорил. И в плюс группе, что надо, записываю. Я рекомендую работать понедельно. Над несколькими понятиями именно. Будет много рекомендаций. Все это делать практически. Не надо никуда торопиться, за вами никто не гонится. На работу вы и так устроитесь, когда пройдете сами. Не надо ни на кого перекладывать ответственность. На ваших курсах можно легко преподавателя проверить. Встаньте, просто возьмите за вопрос и скажите, а вот я здесь нашел в документации, там то-то, то-то, то-то. Ну и посмотрите на реакцию. Если он будет бэкать-бэкать, то что вы там делаете, да? Если может он найти в документации за 15 секунд, знает ли что, о чем речь. А там взять конспект и прочитать оторванность от жизни, что такое программирование. Ну, это я вам сейчас про луну могу нарассказывать. Поэтому, ребят, запомните. Самая основная задача преподавателя, если брать так, заключается в следующем. Направить ученика, дать правильный вопрос. Когда есть вопрос, в данном случае, как первое задание, например, выписать понятие, да, то ответ ученик легко сам найдет. Когда он пришлет ответ, по ответу будет видно, что у него хромает. Можно задать следующий вопрос, сказать, потяни вот это, вот это, вот это. Вот и открылась тема, вот человек и пишет. И приводил он примеры Дениса. Вот для чего дошел. Было бы желание, а писать могут все. Поэтому, есть желание, идет сейчас курс, приходите в школу, учитесь. Кроме этого, джанг, кроме этого, буду потихонечку я работать и с блокчейн. Там курс на джанга будет делаться. Кроме этого, можно работать с другими языками. Иными словами, все получится. Спасибо за доверие. Понравилось видео, поставьте лайк. Но самое главное, я хотел, чтобы вы уловили, что надо работать с профессиональным кодом. Ребята, и с документацией. Тогда с вас получится прекрасный программист. А уже методику, ну, тут уже Бовсуновский точно поможет и направит. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!